Основная часть всех инфраструктурных больших проектов в городе уже была принята с учетом строительства велодорожек. То есть это современный шах, от которого рано или поздно, к которому рано или поздно все крупные мегаполисы приходят. Несмотря на то, что даже такие, на мое удивление, крупные города, как Стамбул и Анкара в Турции с огромным населением людей, у них велоинфраструктура не развита совершенно. В Стамбул население 14 миллионов, велодорожек нет нигде практически. Все крупные проекты идут с учетом того, что у нас там будут находиться велодорожки. Исключением является центральная часть города, где не всегда возможно, дешевая тротуара попросту не позволяет сделать велодорожку. Во всех инфраструктурных проектах, как я говорил, у нас есть, были и будут. Самый крупный у нас проект по строительству велодорожек. Это у нас будет общая велодорожка от жилмассива Парус до жилмассива Победа. То есть у нас существует два проекта. Первая часть проекта будет реализована уже в этом году относительно реконструкции набережной на жилмассиве Победа. И я думаю, на следующий год мы придем к тому, что мы закончим набережную уже в районе жилмассива Красный Камень, Покровский, Парус. И у нас будет самая длинная велодорожка в городе. То есть любой патриот велосипеда сможет сесть на парусе и спокойно выехать на жилмассиве Победа. Выезжать на проезжую часть они будут в районе Кайдатской насосной станции. Там у нас специально уже проектом разработаны отбойники, которые будут обезопасивать велосипедистов, для того, чтобы они не могли совершить столкновения с другими транспортными средствами. То есть до того, как было принято решение, мы уже это проектировали, потому что рано или поздно любой крупный город к этому придет. В некоторых местах будет уменьшаться проезжая часть. В некоторых местах мы это будем делать за счет тротуаров. То есть в любом случае проектное решение будет приниматься непосредственно по каждому участку дороги. То есть нельзя сказать, что мы везде будем сужать эту дорогу, будем делать другую. Тем более сейчас начнут кричать, зачем вы велосипедистам дойдете, их там сбивают машины. Велосипедистам начнут рать, давайте, зачем вам столько машин, давайте сужать дороги. То есть мы посмотрим, сейчас мы сделали там велодорожки, уже большое количество пользуются на еще не до конца завершенном автодорожном мосту номер 2. Видите, в этом году говорили, ой, не хватит ширины, люди будут сбивать, велосипедисты будут сбивать людей. Все ездят дружно, пешеходы рядом с велосипедистами, всем хватает места. То есть по такому принципу будем работать везде. Мы планируем учитывать реконструкцию при либо капитальном ремонте, либо при строительстве новых дорог. То есть в существующих, там где со временем это будет возможно сделать, мы такой вариант будем рассматривать. Но в первую очередь у нас мы будем включать строительство, устройство велодорожек в объектах, которые вновь построены, или там где проходят капитальные ремонты. Просто так взять, начертить везде полосу, ну я думаю, это не везде будет правильно. Ширина дороги должна соответствовать везде определенным стандартам и нормативам.